И есть люди, которые отвечают за принятие этих решений. Город все-таки горизонтальная структура, это жители, которые, в общем, могут видеть, что с собой никаких не связанных. И как раз когда им что-то сверху спускается в плане графики, это, в общем, вызывает очень большое измущение. Или даже не графики, а просто каких-то смыслов. Нет единого смысла и направления. То есть компания, не знаю, производит шины или там, я не знаю, или оказывает какие-то услуги, они понимают, что они делают и для кого. Ну, по крайней мере, те компании, которые успешно это делают. В городе нет. В городе огромное количество разных групп интересов. И, ну, вот каким-то одним смыслом, вот там, не знаю, предложить какое-то сообщение, которое бы объединяло все, практически невозможно. А если ты можешь это предложить, скорее всего, это сообщение, ну, там, очень общее, очень широкое, типа, там, и так далее. Такое, которое не цепляется, ну, как бы, ни жителей, ни потенциальных туристов. Вот. Да, мы жители. Для каждой категории, ну, по сути, нужен собственный брат. Потому что, ну, вот изначально, там, выявляли какие-то аудитории. Это местные жители, которые, например, уезжают из города и хотят там дальше с ним жизнь связывать. И это, в целом, негативно как-то влияет на город. Есть туристы, которые, возможно, приедут, возможно, приедут и, возможно, потратят много денег, возможно, не потратят. И вот как раз на это хотелось поверять. Есть инвесторы и просто, там, вот большие компании, которые могут приехать и завести производство большое, там, и обеспечить, там, большое количество рабочих мест. И, по сути, вот эти вот аудитории, они вообще никак не пересекаются. Ну, то есть, сообщение, которое город, какое-то эффективное сообщение, которое город может транслировать на туристов, оно, скорее всего, не повлияет на инвесторам. И, в общем, не повлияет на жителей. Потому что каждый из них, ну, как бы для каждого нужно что-то свое. Вот. И, ну, по-хорошему, отталкиваться нужно, конечно, вот, какой-то вот узкой и понятной аудитории. Это инвестиционная история или туристическая, либо для местных жителей. Да, ну, собственно, вот эта иллюстрация. С каждым надо разговаривать на своем языке. Смешная иллюстрация, опять сюда висла. Да, и что можно все-таки сделать? Я подумал, что все вот эти вот, ну, какие-то успешные кейсы или вот рабочие кейсы, их можно разделить, ну, вот прям, группа, как минимум на три категории. Это большие города. Вот пример, который я сейчас показывал. С ними, ну, вот, и с ними в качестве элементов айдентики и брендинга работают скорее вот такие истории. То есть это что-то классное, что есть в городе, что настолько необычное. Это цепляет внимание. Это, по сути, вот, в том числе формирует бренд. Это то, что, как бы, с чем ты хочешь магнитик и про что ты хочешь рассказать и что ты хочешь сфотографировать. Вот, например, там, автобусы в Англии или телефонные будки, которые сейчас пришли в негодность и просто люди по всему миру, там, за свой счет выкупают их и оплачивают пересылку и просто вывозят старую, настоящую телефонную будку. Ну, то есть настолько это в целом получился классный образ, что, ну, как бы, да, что ты готовы платить за это очень большие деньги. Что еще? А, вот, чешские, прашки, вернее, даже, уличные таблички. Ну, то есть они очень странные, необычные, хорошо читабельные, надо отметить. И, ну, то есть это вот становится такой своеобразной фишкой города. Я думаю, что они, прям, вот, когда их создавали, потому что они довольно старые, там, посмотрели все, там, очки городские, какие у кого вы решили выделить представление, чтобы быть не похожими. Но они настолько необычные, что, в общем, все их фотографируют и все, кто был в праздниках, они не знают, метики с ними делают, и это, прям, вот, очень кайковая такая штука. Вот, или, пожалуйста, переключись. Так, вот, или светофор берлинский, просто, ну, эта штука называется ампельман, это такой пешеход, который переходит на звездный свет. И с ним очень-очень много мерча, там, прям, нескольких магазинов, которые, ну, довольно больших, которые продают, вот, такую символику, там, есть памятник, это у вас понимание. Вот, это светофоры в Восточном Берлине были вот с такой немножко странной пиктограммой, ну, как бы ничего похожего не было, и, в общем, на нее, ну, в основном приезжие стали обращать внимание, и это стало вот такой обознавательной фишкой, и как-то стали это продвигать, и, ну, сформировался такой вот, ну, бренд, можно сказать, бренд Ампельмана, скорее, Берлина. Но бренд Берлина включает в себя вот, в том числе, и такую штуку. Или в Барселоне, да, там Каталония, там, как бы, свои внутренние проблемы, но вот этот флаг каталонский, он просто из каждого окна, и ты как, ну, как бы, когда ты приезжаешь, ты не можешь его игнорировать, потому что это не то, что пишут туристические брошюры, но это то, что очень сильно обращает на себя внимание. Вот, это то, что касается больших городов, и, мне кажется, вот в таком, в такой классической разработке фирменного веселья там выполнить особо нечего. А есть маленькие поселения, у которых все, они немножко не так, и они гораздо более успешнее. Есть Мышкин, который постоянно приходит в пример. Это, ну, как бы, Мышкин, вот у него такое смешное название, и, там, люди предложили, что это город Мыши, и дальше вот как-то стали обыгрывать эту тему, там, фестиваль Мыши проходит. Ну, вот, и, собственно, вы видите, он, мне кажется, какой-то очень страшный. Да, вот, но, тем не менее, сам город Мышкин красивее. И когда люди приезжают, там, не знаю, на фестиваль, ну, они, как бы, находят еще и красивый русский старый город, и, в общем, как-то вкладываются у него тенгами. А, ну, собственно, да, это слайд про то, что он красивый, красивый. Есть вот такой известный город, Родина Деда Мороза, Великий Устюг тоже. Ну, то есть, как-то они сформулировали, что вот это вот Родина Деда Мороза, что там есть официальная резиденция, там огромное количество людей с детьми туда приезжает каждый год. Вот, очень сильно, ну, как бы, очень сильно развивается туристическая инфраструктура. Ну, и, по сути, это вот четкая зависимость от его позиционирования, именно вот от бренда. Ну, как бы, логотип есть, но, в общем, логотип не нужен. Просто нужно сказать, что Великий Устюг, это Родина Деда Мороза, и, как бы, понятное позиционирование, и понятно, зачем мне туда ехать. Вот. Тоже довольно красивый город, там, как бы, свои проблемы. Поток туристический, он, как бы, исключительно зимой, и это очень серьезное ограничение накладывает в плане развития инфраструктуры, потому что, ну, невозможно построить еще в два раза больше гостиниц, которые летом будут простаивать, потому что, ну, как бы, это уже просто окупация перестает. Вот. Но, тем не менее, это хороший пример того, как город использовал именно брендинг для вот какого-то своего развития. Небольшой город, надо заметить, потому что с большим такие что-то прогадывают. Вот. Ну, в общем, так. Зимой идет мороз, нам такой большой. Что? Окей. Ну, очень просто. Вот вы живете, а вы из какого города? Вы живете в Тольятти. К вам завтра, там, я не знаю, завтра по всем областям в Тольятти показывают, я не знаю, лилового осьминога, и говорят, что вот житель Тольятти очень-очень плохо нарисован. Дорогие жители Тольятти, это вот ваш, я не знаю, не герб, это ваш символ, и мы дальше будем его продвигать для всех жителей. Вот какая у вас будет реакция? Это может быть не фиолетовый осьминог, это может быть, там, я не знаю, какой-нибудь очень классный тигр, который, там, над которым полгода работали и обосновывали, почему он именно такой. Но проблема именно в том, чтобы, ну, как бы, чтобы это было классно сделано, проблем нет. Огромное количество студий и хороших ребят, и вот. А проблема в том, чтобы найти эту идею, сформулировать, объединить и передать ее вот. От Висла. Есть очень классный пример, это «Золотое кольцо», это пример вот прям вот такого вот супер, ну, как бы, не классического, но вот такого прям 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 прямого бронтирования. Этот термин появился, там, по-моему, в 60-х годах, просто какой-то журналист его придумал, он сделал серию очерков и назвал вот это вот, то есть вот «Города золотым кольцом». И это очень мощная штука, мы можем это увидеть, потому что все города, которые так или иначе входят в городское кольцо, у них, ну, все плюс-минус хорошо, там очень красиво, там классные аристики, там хорошие прогулочные зоны. Туда едут туристы, и туристы там остаются и тратят деньги. И, как бы, жители живут гораздо лучше относительно тех городов, которые в «Золотое кольцо» не входят, хотя города могут быть там плюс-минус одинаково. Плюс, ну, вообще на «Кольцо» это совсем не похоже, и, ну, как бы, города очень рандомно разбросаны, это в целом вообще никак не похоже на «Кольцо». И нет даже какого-то прямо официального списка городов, это просто вот там какие-то в него чаще включают, какие-то реже. Ну, вот понятие такое есть, туристы там вот пытаются по нему проехать или говорят, что я посетил столько-то городов «Золотого кольца», а на следующий год посещу столько-то. То есть есть некое вот такое смысловое объединение, и это прям офигенно работает, потому что, ну, там, не знаю, приезжаешь в Суздаль, Владимир, Бабанова, и это очень сильно контрастируется с соседними городами. Вот. Мне кажется, у нас тут лимит, но переключи меня один раз в игру. Что бы мне сделать, может быть, я сам на батарейке вытащу? У крупных регионов с точки зрения какого-то брендинга «Идентики» тоже несколько лучше все, чем у больших городов, и это происходит как-то очень естественно. Вот, Сибирь. Очень классный кейс, очень известный. Это не та история, когда есть какой-то заказчик, и там какой-то исполнитель, и вот, не знаю, людям рассказывают про них, и там, не знаю, приводят какие-то метафоры. Это просто коммерческий проект. Ребята стали делать мерч с таким вот позиционером типа «Я из Сибири», и он просто стал коммерчески успешным, потому что он понятный, и понятный местным, и понятный туристам, и в целом выглядит очень классно, и сами предметы хорошие. И, видимо, есть запросы. Есть какое-то, не знаю, позиционирование, понимание, какой-то образ севера, и он очень хорошо заходит на севере. У меня нет примеров прям вот какой-то обментили, но запрос точно есть. Например, студия Лебедева сделала просто офигенный полярный паспорт, он какой-то невероятно крутой. Такой крутой, что, видимо, его никто никогда не произведет. Вот, нужно было бы сделать попроще. Но, по сути, это очень крутое объединение вот такого внутреннего брендинга, когда тебе, как жителю, говорят, что, блин, вот мы тут северяне, мы супер суровые, мы в таких вот невероятных условиях. И это очень круто работает как раз на внешней аудитории, на туристов, которые приезжают по каким-то, по какому-то стечению обстоятельств. То есть, например, Мурманск или другой город, и ты им можешь транслировать, что вообще, вот там есть полярный паспорт, там есть какое-то количество точек. То есть, там Грозаворск, Моргинск, там что-то еще, Силиберка, наверное. Вот, и у тебя уже есть готовый сценарий, как провести время вот на этом севере. Там есть классные точки, на этих точках предполагается, что уже есть какая-то туристическая инфраструктура. Ну, проект какой-то невероятно крутой, очень похож на Золотое кольцо, только Золотое кольцо как-то само сформировалось. Здесь, мне кажется, есть классная возможность сделать это сверху. Урал. То же самое. Нет какой-то известной прямо классной брендовой линейки. Есть огромное количество людей, которые продвигают вот эту идею, что вот, ну, уральцы, мы такие, у них есть свои слоганы разные. Вот, ну, там, один из них, Урал Молодость Украл, и он прям очень активно используется. Вот. Вот есть очень классная известная футболка, которую Влад Деревянных сделал, и всегда ее как-то продвигает и использует. Очень красивая. Есть менее красивая, но очень классная раскатка на Италии. Она знает другой мерч. Вот, Урал Молодость Украл. Ну, прям стильные, прикольные штуки. Это как бы не то, что, ну, то есть не собрались какие-то дядьки, там, не заказали у модного дизайн-агентства стратегию позиционирования уральцев. Просто вот, как бы, есть внутри уже в городе вот такая, ну, не в городе, вернее, в регионе. Есть такая формулировка, она прикольная, она заходит, люди ее уже используют, ну, и почему бы не сделать какие-то прикольные футболочки. И они крутые и для местных жителей, и вот, не знаю, если я как турист поеду, я без нее точно не уеду. Так, ну да, ну, то есть она прям распространенная фраза, это даже не в рамках вот этого мерча, это просто вот там какой-то плакат в кафе. Вот, или вот, там, вывеска неоновая. Кавказ. Про Кавказ я не знаю, но мне кажется, что вот из тех регионов, которые я перечислил, есть как раз один вот такой, который очень хорошо подходит по стилистике, но практически ничего не сделано именно в таком графическом смысле, да. Потому что, ну, север – это прямо вот что-то такое вот очень суровое, очень такое мужское, наверное, не знаю. Урал тоже, ну, есть в этом какая-то суровость, там тоже порция относительно живых. Вот. И Кавказ, как раз, мне кажется, это тема вот именно региональная, на которой можно было бы это отработать. И при этом даже есть узнаваемый слоган, знаете, слоган Кавказа. Узнаваемый, узнаваемый. Сейчас кто-нибудь точно скажет. Ну, на футболках он есть. Если его произнести, все узнают. Ну, то есть, как бы, я не про то, что нужно делать такие футболки, но мне кажется, что потенциал именно у вот регионов, он очень похож на потенциал, который есть там у каких-то северных или там других горных регионов. Если бы я был дизайнером местным, я бы точно сделал какую-нибудь линейку одежды или там линейку сувениров, потому что, ну, потому что, по сути, вот здесь в Нальчике туристическое место. Я вчера купил магнит с моей фотографией. Мне кажется, есть запрос и есть направление, где можно двинуться. А вот теперь сам. Да, ну, собственно, это последний слайд. Хотел как-то это все финализировать и точку поставить. Есть большие города. Вот в таком классическом виде, как я перечислил, переключаясь, да, с ними лучше не работать. Потому что, ну, как-то, мне кажется, структурно это довольно, ну, такая мертвая история. Можно делать крутые светофоры или крутые футболки или крутые мерчи и так далее. Но вот в таком классическом формате, когда сверху спускается идея, ее нужно разнести на всех жителей, мне кажется, невозможно. Маленькие поселения очень круто работают, ну, в смысле, могут круто работать на внешней аудитории. То есть, какая-нибудь там, Жельмышкин, Сузбель, Снеглогурцанов, да, или какие-то другие фестивали. Они работают четко на привлечение туристов. Никаким фестивалем местных ты внутри не удержишь. А вот как раз большие региональные штуки, они, мне кажется, в первую очередь отталкиваются от местной аудитории. И это то, что уже рождается на территории. Там все говорят, мы уральцы, мы северяне. Но это настолько круто и настолько живо, и настолько находит поддержку внутри, что просто начинает работать уже и на внешней аудитории. И это, по-моему, очень классное время. Так, вот, все, время у нас закончилось. И, по сути, это последний слайд. Спасибо, thank you. АПЛОДИСМЕНТЫ Я там дальше еще и не стану. А, все, появилось. У нас пять минут осталось, или меньше даже, если есть вопросы, могу поотвечать. Либо можем взять периметр. Да. Угу. 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 А, ну, а что ты хочешь сделать? Ну, в смысле, а что ты хочешь сделать? Ты хочешь обмануть жителей? Какая у тебя задача? Угу. Угу. Ты хочешь тащить тут туристов? Угу. Угу. Ну, ну, вот, вот как это сделать? Ну, типа объяснить им, что это нормальный город. Ну, нормальный город, но там, не знаю, есть… Нужно отталкиваться от смысла Мне кажется, что эта задача Ее можно Ну, простых ответов нет Можно сделать в химках Офигенную инфраструктуру Можно сделать очень красивые бульвары Двухтажные автобусы Там, я не знаю, фуникулеры Из дома в дом И там самые лучшие детские площадки Ну, а это дорого Можно сделать логотип Но он ни на что не повлияет Ну, вот, наверное, где-то посередине Как с IT-селью Ладно, всем спасибо Ну, вот, пара на отпуск Раз, раз Так, делаем перерыв или погнали дальше? Давайте дальше, да Все это включайте А его всегда нужно включать В смысле, потому что можно включать Да, у меня 180 слайдов Поэтому я буду быстро листать Если вдруг кто-то что-то не увидит Не рассмотрит, захочет посмотреть Повнимательнее Я презентацию тоже скину Там через кредитный момент Поэтому можно будет потом посмотреть Еще раз Пизод профессор Вячеслав Я являюсь директором Центра детального развития Удмуртской республики Советный главу Удмуртской республики Еще параллельно И Мы в Удмуртии тоже занимаемся С детальным брендингом Только подход у нас здесь Немножко нестандартный Не зря я попросил Максима выступить в начале Для того, чтобы он Именно осветил тот Подход к работе с детальным брендингом Который сейчас на текущий момент Наиболее распространен Наиболее популярен У нас очень много разных проектов В сфере детального брендинга Если посмотреть, погуглить И Разной успешности Доли Эти проекты Но тем не менее Важно было Вот именно с этого начать Потому что это такое Общее Базовое Базовое состояние Сейчас этого вопроса То, что я сейчас буду показывать Это нестандартный подход Он мало где применяется Сейчас в регионах Такая структура, как наша Есть только в Удмуртии В Амурской области И ее некоторые разновидности Есть в Нижнем В Татарстане Ну, пожалуй, и все И тот формат работы Про который я буду сегодня Рассказывать, на мой взгляд Наиболее оптимален и устойчив Именно для работы в регионах Ну, а теперь Побежим по слайдам Есть три формата работы Государства Или вообще Какой-то с большой структурой С дизайном И то, о чем рассказывал Максим Это вот примерно первый формат Есть некоторое аморфное государство Или город Ну, в смысле просто Как некоторая общность И есть разные акторы Которые для нее что-то делают Кто-то снимает ролики Кто-то делает видео В смысле, ролики и видео Кто-то делает дизайн Кто-то делает сайты И так или иначе Государство перечиски с ними взаимодействует При этом никогда на той стороне Нету какого-то конкретного человека Один департамент заказывает одно Другой департамент другое Третий человек третий И так далее Это такая как бы общая ситуация Сейчас на текущий момент Иногда происходит эволюция Вот в сторону второго рисунка Когда на стороне государства Появляется квалифицированный заказчик Появляется, например, департамент По связям с общественностью Или с пресс-службой Или еще кто-то И там есть люди Которые уже не раз заказывали дизайн Или уже не раз заказывали съемку фильма О городе или еще о чем-то И уже примерно понимают Что такое хорошо и что такое плохо У них, как правило, формируется Некоторый пул подрядчиков Которые делают хорошо для региона И которые понимают специфику работы Но, тем не менее, не привлекают Для каких-то других подрядчиков Еще для других специфических задач И третий вариант Это тот вариант, собственно говоря Который мы создали в Ижевске, в Удмуртии Когда со стороны государства Выделяется за его периметром Люди, которым государство доверяет Быть таким внешним арт-директором И в эту структуру всасывается с рынка Готовые специалисты, которые работают В сфере брендинга В разных его направлениях И формируется некоммерческая организация Которая является квазикоммерческой Ну, то есть она как бы имитирует Физически и фактически дизайн-студию Но только у нее нет задачи зарабатывать У нее есть задача обслуживать Как бы запросы государства Или города, или региона, или еще кого-то Плюс она взаимодействует с другими актерами на рынке Так как невозможно, безусловно, внутрь Такой организации посадить всех Специалистов, и иллюстраторов, и видеомонтажеров И всех остальных И, собственно говоря, про практику работы Вот в третьей позиции Будем так это называть Когда это некоммерческая организация Выделенная за периметр Государством, занимающейся Прежде всего государственными задачами Вот про это я сегодня буду рассказывать Вот наша большая команда Тут не все дизайнеры Мы занимаемся, помимо прочего Еще развитием городской среды И пространственными проектами Аналитикой городских данных Перезагрузкой различных Из заброшенных территорий Помещений При вращении в креативные кластеры Дизайнеров у нас в штате Ну, вместе с менеджерами Получается 6 человек 7 человек Ну, я там условно тоже полудизайнер Поэтому можно со мной считать 8 человек Вот Из этих замечательных ребят Занимаются дизайном То, что мы делаем Кстати, у меня постепенно вырезает Нижний слайд Потому что если можно поправить В процессе, было бы здорово То, что мы делаем И то, о чем мы сегодня будем говорить Территориальный брендинг Оно, если погуглить А можно как-то все-таки выровнить? Есть опция? Кто-нибудь там есть за компьютером? Никого? Вот если посмотреть, погуглить Значит, походить по, например, форумах Как такой площадке, где регионы Выставляют себя Вот это один из последних доковидных форумов В Сочи, если не ошибаюсь И там, соответственно, можно посмотреть Как каждый регион на стенде Себя поэкционирует Вот в плане какого-то логотипа или бренда Там вот есть и Севастополь Который Максим делал Причем с правительства Севастополя Не нужно не этот А именно внутри самой презентации Так, чтобы слайд ровно стоял Как у экрана Самый экран нормальный Вот При этом есть те, кто работает с гербами Есть те, кто работает с каким-то логотипами Попытками Есть что-то среднее, например У Липецкой земли У них начертание не стандартное А герб стандартный Есть Бермский край Который очень странно Хоть историю придумывает Калужская область Доминитая Ну, в общем Так или иначе Регионы смотрят в сторону брендинга Потому что воспринимают себя Именно как Такая компания По привлечению инвестиций И так или иначе Тема брендинга Их тоже интересует Так, а теперь у меня клик Перестал работать А можно на презентацию Поместить курсор Чтобы он понял Что я презентацию переключаю Или кнопочкой там нажать При этом Да При этом Когда мы начинаем Говорить про Тривиальный брендинг Надо понимать Что вообще в целом Тема территорий Для России Для Российской Федерации Она Довольно Нетривиальная Потому что территорий У нас огромное количество То есть С одной стороны Вот это территория С другой стороны Территория у нас Росли в историческом В исторической перспективе То есть Россия как территория Это очень нестабильное С точки зрения Понимания Вот где границы Потому что она То расширяется То сужается То снова расширяется В общем поэтому В исторической перспективе Территорию тоже Очень сложно Как-то очертить Сейчас не дабы С презентацией Потому что можно Как-то все-таки Там скорректировать Вот Национальная территория Тоже очень По-другому отличается То есть Карта приведена По районам И да Соответственно Превалирование Какой-либо национальности В этом районе То есть Иногда Даже Национальная карта Не совпадает С административной картой Это тоже Проблема Для третального брейдинга Плотность населения Тоже очень разная И От этого Зависит Понимание И вот Обжитой территории Где она Какая она Кроме этого У нас есть И не работает Ничего Тут нет такого Да Зад Назад Не получится При этом При этом у территории Есть еще И своя устоявшаяся Уже символика Это флаги Вот они сейчас там Потихонечку вырезают По чуть-чуть Сейчас Двадцать пятые кадры Замблировать вас будем Вот И это вызывает Огромные Всегда Огромные проблемы У людей Которые пытаются Начинать работу С тертиальным брейдингом Да Вот Супер То что нужно Спасибо большое Огромные проблемы Которые возникают У людей Которые начинают Работать с тертиальным брейдингом Потому что Территория воспринимается В разных контекстах Это как я уже говорил Может быть Субъектом федерации В которой внутри Может быть Несколько территорий Исторических Например Кабардино-Балкалия Это Кабарда И балкарские сообщества Да То есть это Разные исторические территории Тем не менее Сейчас это один субъект федерации Город Или агломерация Тоже Москва С подмосковьем Там Ну то есть Есть крупные Какие-то города Есть Ну там Объединение городов Исторический район Это тоже То о чем Говорили Здесь мы И там Географический район Урал Байкал Камчанка Исторический район Например Владимирсо-Судовская земля Которая сейчас Географически И там Административно В разных субъектах Федерации находится То есть Когда мы говорим Про территорию Мы должны понимать Что территория То есть Усложно сочиненный Субъект Который Специфика Которого Нужно понимать Но при этом Не обязательно Как раз Пытаться Объединить Необъединяемое И возможно У Кабардино-Балкарии Не может быть Общего А может быть И может быть Но Я к тому Что необязательно То что сейчас Это одна Территория В рамках Субъекта Федерации У нее должен быть Какой-то один Объединяющий символ И для кабардинцев И для балкарцев Но опять же Это может быть А может и не быть И к этому Нужно относиться нормально Когда мы говорим Про брендинг Это тоже сложное Сочиненное понятие Которое тоже нужно Дисформентировать всегда Потому что Брендинг То о чем как раз Говорил Максим Я сейчас попытаюсь В общем-то разложить Это с одной стороны Локальные события Какие-нибудь Праздники огурца В Суздале Традиционные Это может быть Исторические события Которые Привязаны к территории Например Бородино Мало кто Бородино Но может быть Бородинский хлеб Как-то ассоциирует Кроме вот этих Двух Локальных историй Опять же Бородинский хлеб Это Территориально закрепленные Группы товаров Астраханская рыба Не знаю Может быть Нальчинские хичины Или еще что-нибудь С этим связано Торговый знак Местопроизводства Сделано в Удмуртии Сделано в Кабардино-Балкарии Или еще как-то Это тоже часть Брендинга Локальные культурные особенности Часто это бывает Например Какие-нибудь районы В городе Которые имеют Какую-то свою Отдельную специфику Например В Екатеринбурге Есть такой район Уралмаш Который сам по себе Отдельный бренд И уралмашевские Воспринимают это Прямо как отдельную Какую-то локальную общность Есть объекты на территории Которые являются Частью брендинга Это исторические объекты Архитектурные объекты Их тоже много В всяких разных Природные объекты В том числе Туристический логотип Это тоже часть брендинга Тоже иногда Он не является Например Официально признанным логотипом Но какое-то классическое написание Например У Ялты есть такое классическое написание Еще с советских времен Оно используется как брендинг Ну фирменный стиль Администрации города То, о чем я показывал Выше тоже иногда Воспринимается Как часть Традиального брендинга Ну и Пожалуй Все Из того, что я Хотел рассказать То есть Это все Тоже в том числе Является частью Традиального брендинга Но Надо понимать Что не обязательно Бренд территории Должен объединять Все эти события Бренд территории Распадается на эти события И к этому Нужно тоже относиться нормально И когда вы Стоите перед задачей И перед вами Ставят задачу Традиального брендинга Вы должны понимать Что это Нужно докопаться А что от вас хотят От вас хотят Сделать логотип Для локального события Фестиваля какого-то От вас хотят Придумать Какую-то Визуализацию Товарного Товаров Загрепленных Господи Продуктов Которые производятся На территории Или Каких-то локальных Особенностей И может быть Какой-то мерч Который понимает Только местных И так далее Потому что Заказчиков На территориальный брендинг Тоже много И они очень разные У них очень разные Свои специфики Есть стандартный заказчик Это администрация города Или администрация региона Есть туристические агентства Например У меня в Костроме В родной Бренд Очередной бренд Костромы Заказало туристическое агентство Есть крупные компании Это характерно Для моногородов Они хотят Чтобы Их работники Гордились Тем местом Где они работают И они заказывают Для своих моногородов Там например Мочегорск Или Никель На севере И они заказывают У них брендинг Третьярный Есть разные Оркомитеты событий Проходит какое-нибудь Большое мероприятие Например Вот у вас В следующем году Будет столетие образования Компания на Балкарии Насколько я знаю Потом через 3 года Будет у вас 300-летие города И вот Оркомитет Может тоже заказать Какой-то брендинг Для анальчика Или для всех Компания на Балкарии Или конкретно Для этого празднования Локальные сообщества Тоже иногда выступают Заказчиками Такого территориального брендинга Институты развития Это всевозможная Корпорация развития Это всевозможная Например Платформа Нальчик Тоже является таким Институтом развития Тоже может сказать Территориальный брендинг И у всех этих органов У них у всех Разные цели Так как и брендинг Бывает разный Разные специфики Так и цели Того кто заказывает Тоже бывают разные Это тоже нужно понимать Когда вы вовлекаетесь В тему территориального брендинга Ну и контекст применения вот этого территориального брендинга тоже очень разный может быть. Это тоже нужно понимать перед тем, как вы начинаете погружаться в проблему. Это, соответственно, привлечение туристов, это презентация о регионных деловых событиях, это участие в национальных проектах всевозможных. Например, делай бы устройство в Нальчике и заказывай новые лавочки, хотя чтобы там был какой-нибудь, ну может быть не герб, но что-то типа логотипа. И вот тоже может быть заказ на такой территориальный брендинг. Это презентации всевозможные, экспорт товаров, события, которые происходят в регионе, цифровая среда, то есть это все соцсети, сайты и прочие моменты. Ну и региональные проекты, которые делают тоже часто в регионах, например, какой-нибудь здоровый Нальчик или чистая Кабардино-Балкария. И там тоже возникает какой-то запрос, он же Кабардино-Балкарию как-то отобразит каким-то символом, но возможно это может быть не герб классический. Соответственно, что я хотел сказать перед тем, как мы уже перейдем к практике. Тема территориального брендинга сложная и многогранная, потому что в ней очень много, во-первых, заказчиков, которые приходят сюда к теме территориального брендинга и кажутся своей целью. Очень много контекстов использования и нужно понимать, что будет хорошо смотреться в соцсетях и для брендинга событий, а что там будет плохо смотреться. И самое важное, территориальный брендинг это не логотип и не фирменный стиль, который должен объединить все. Как я вам рассказал и показал ранее, территория, даже такая небольшая, как Кабардино-Балкария, это сложно сочиненный субъект исторический, географический, административный, и не надо пытаться всех поженить вокруг одного символа. Это невозможно. Когда перед вами стоит задача территориального брендинга, вы должны ее дефрагментировать, понять, кто ваш заказчик, какой в контексте использования и что он конкретно хочет. Он хочет сейчас туристический логотип, он хочет сейчас брендинг для события какого-то, которое там, например, столетия республики или еще что-нибудь. Или он хочет, например, какой-нибудь знак, который будет ставиться на товарах. У всех этих событий, у всех этих контекстов очень разный формат использования. Знак должен быть незаметным, потому что есть основной бренд, на фоне которого будет работать. А, например, событие, наоборот, должно быть заметным, оно привлекает сюда туристов. Соответственно, пытаться сделать единый логотип для Кабардино-Балкарии или Нальчика бессмысленная задача. Нужно делать для каждой отдельной задачи отдельный брендинг. Сейчас на примере Удмуртии расскажу, как мы это делаем. Есть такая республика Удмуртия, тоже довольно сложно сочиненный и исторический, и этнический, и географический субъект Российской Федерации, который на самом деле, как республика, появился всего 100 лет тому назад. Но фактически люди на этой территории, Удмуртии в том числе, живут порядка 4000 лет. Поэтому, но и живут они не только на той территории, которая сейчас называется Удмуртская республика. Поэтому, с одной стороны, с ним все понятно. То есть, есть национальный аспект, ярко выраженный, это Удмурты, бурановские бабушки, если помните, участвовали в вероитии, они из Удмуртии. Есть, соответственно, традиции, которые живы. Причем, если вы заметите, на сверху и снизу разные даже одежда у жителей. Потому что северные Удмурты сильно отличаются от южных Удмуртов. Вот внизу это южные Удмурты, наверху это северные Удмурты. Есть, соответственно, устоявшиеся символы. Это герб Удмуртской республики, это флаг Удмуртской республики, очень такой графичный, с крестом красный, белый, черный. При этом есть, с одной стороны, сама Удмуртия, как Удмуртская территория, это очень природоориентированная территория. То есть, это в основном села. То есть, вот она примерно такая. Но при этом есть пять городов, и они преимущественно русские. Потому что русские приходили туда, ставили свои промышленные центры. И промышленные Удмуртия, это Калашников, это ИЖ, и автомобили, мотоцикл, и сейчас это еще всякие там ракеты и прочее-прочее. То есть, такой очень сложный субъект Российской Федерации, и исторический субъект очень сложный, и национально очень сложный, потому что там нету превалирующего количества Удмуртов, и там довольно много русских, где-то больше русских, где-то меньше русских, где-то больше Удмуртов, где-то и датары там есть, и евреи, и все остальные. Ну, как и в многих других городах и регионах Российской Федерации. Но пытаться, то есть, когда мы как команда заходились в 19-м году на эту территорию, пытаться было упаковать все в какой-то единый символ, какой-то найти в этом, вот, сформировать третальный бренд общий для всех людей, сразу мы поняли, что это утопическая задача, потому что невозможно вот это все поженить вокруг одного символа, чтобы при этом все были довольны. И в этом, на самом деле, не было никакой задачи. То есть, задача сформировать какой-то бренд региона, это, ну, она как бы, это симулятор. На самом деле, у чиновника или у другого заказчика, кто с таким заказом приходит к вам, как дизайнерам, у него такой конкретно задачи нет. У него есть задача сформировать какую-то силу, которая позволит ему рассказывать о чем-то. А вот о чем нужно рассказывать, это и нужно вам, как дизайнерам, понять. Первый запрос, который к нам, как к команде дизайнеров, пришел, он касался... А, нет, немножко еще про государственную символику. Вот такой сейчас герб у Удмуртии. Он создан был в 90-е годы и имеет ряд таких исторических артефактов, которые свойственны для всех гербов, которые были нарисованы в 90-е годы. Там очень плохая графика, там очень, ну, такие сомнительные элементы, типа голова в виде спичечной головки. Непонятно, почему там такое количество перьев в хвосте, внизу получается такой хвост ласточки. Очень, например, вот звезды упираются вниз, то есть они нецентрованы относительно красного поля, в котором располагаются. Ну и крайне нефизически понятно, почему такая именно лента. То есть ленты так, конечно же, не изгибаются, как это сейчас на гербе.